МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители украинской стороны делают все для срыва Минских соглашений. Подробнее о том, что происходит в районе обстрелов, наш материал. Жилые массивы Макеевки, Горловки и Донецка продолжают обстреливать украинские военные. Жители Авдеевки к этому часу остаются без света и тепла. Представители ДНР сообщают, что участники прокиевских вооруженных формирований могут начать штурм Авдеевки. Осложнение ситуации в Донбассе наблюдается в течение последних нескольких дней. Киевские силовики стянули под Авдеевку артиллерийские установки, бронетехнику и личный состав. Нынешний масштаб боевых действий практически по всей линии противостояния в Донбассе сопоставим с котлами 2015 года, когда украинская армия потерпела серьезное поражение и потеряла многие ключевые позиции. Сейчас особого успеха нет ни у ВСУ, ни у подразделений ДНР и ЛНР, хотя серьезные потери уже понесли обе стороны. Киев, проводя наступление карателей в Донбассе, факт которого подтверждают и в Минобороны Украины, подрывает минские договоренности. И в России происходящее вызывает серьезное беспокойство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Москва призывает Киев прекратить провокации. На сегодняшний день ситуация вышла из-под контроля, в ход уже идет реактивная артиллерия. При этом руководство Украины продолжает хранить молчание. А самое главное, многие политические издания выявили интересную связь. Как только Петр Порошенко едет в Европу, в Донбассе активизируются боевые действия. Вот и в этот раз сработало. Президент Украины в Берлине на встрече с Ангелой Меркель, а на Востоке украинские вооруженные подразделения провоцируют боевые действия. Правда, план не сработал, ополченцы мужественно держат оборону, а СМИ сообщают о крупных потерях ВСУ. Да еще и немцы на этот раз в открытую заговорили о том, что агрессия спровоцирована именно Украиной. Что характерно, замминистра обороны Украины Игорь Павловский во время сегодняшнего брифинга признал, что украинские войска ведут наступательные боевые действия в Донбассе. Еще одно странное совпадение, которое можно отметить, активная фаза началась сразу после того, как пошли слухи о возможной односторонней отмене санкций в отношении России, якобы анонсированной Трампом. Судя по всему, глобальные либеральные сети, пронизывающие Киев, играют на то, чтобы ни в коем случае не допустить нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Сегодня в гостях в нашей студии Александр Владимирович Рудской, бывший вице-президент России, герой Советского Союза. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Владимирович, печальные, тревожные, очень беспокоящие приходят сообщения с Донбасса. Какое есть решение, на ваш взгляд? Ну, помните, изначально мы с вами говорили накануне подписания соглашения МЕНС-2. Я тогда четко, ясно сказал и сформулировал свою позицию, что ни одного пункта этого соглашения выполняться не будет. К глубокому сожалению, я оказался прав. Поэтому по этой теме я не буду политкорректен, я буду говорить то, что думаю, и называть все своими именами. Начнем по порядку. Международные правозащитные организации. Где они? Хоть одно слово вы слышали от этих организаций в плане защиты мирного населения, которые просто убивают. Нет, ни одного слова. Далее. Сколько докладов Совета безопасности Европы по этому поводу? Было сотни докладов о том, что нарушается и Минск-1, и Минск-2, который бесславно закончился, потому что все было рассчитано до конца 2016 года. Нынче уже 2017 год. Канцлер Германии, глава государства, с почетным караулом, торжественно, а в это время идет обстрел мирного населения, принимает вора и убийцу. Почетный караул встречает. Рукопожатие, обнимки, высказывания мнений и все прочее. А теперь подведем к этому общему знаменателю. Все то, что сегодня происходит на Украине, санкционировано Европой. Назовите мне хотя бы одного политического лидера, руководителя государства Европы, который бы возразил и высказал свое возмущение в отношении убийства народа. Ну, есть лидеры небольших стран, которые пытаются блокировать антироссийские экскурсии, говорят, что конфликт там... В этой связи мы можем говорить до бесконечности. Нужны конкретные действия. Почему мы буцарахаемся, иногда применяем это понятие, но вместе с тем ничего не делаем в плане принуждения к миру? Я считаю, это мое мнение. Я не диктую, что, что должен делать президент, Совет Федерации, Государственная Дума. Я высказываю свое мнение, что мы не в состоянии заявить европейской общественности, руководителем, лидером государств Евросоюза, Украины, что хотя бы еще один снаряд прилетит на территорию Донецка, Луганска. Мы вынуждены будем применить вооруженные силы и принудить Украину к миру на этой земле. Что нам мешает помочь освободить эти территории от бандитов, освободить, выставить границу и дать возможность людям самим определиться, как им дальше жить. Разговоры о том, что создать федеративную Украину, провести мирные переговоры, провести выборы, все это бесполезно. Правильно говорит руководитель Совета Федерации России, что она совершенно не сомневается в том, что международный трибунал в конце концов привлечет к ответственности этих убийц и воров. Ну, к примеру, вы помните, международный трибунал Хусейна, руководителя Ирака, приговорил к чему? К высшей мере наказания за то, что было применено оружие химическое и погибло 200 курдов. Сколько сегодня погибло людей в Украине, в Донецке, в целом, в Донбассе, в Луганске. Счет идет уже на тысячи. На тысячи. Но этого негодяя, мерзавца, иначе его назвать нельзя, президента Украины, принимают лидеры Евросоюза, встречают с почетным караулом. Однозначно можно сказать, что госпожа Меркель это соучастник преступления. Она соучастник. Потому что, если мы посмотрим Международный уголовный кодекс, Международное законодательство в отношении уголовных преступлений, там четко, ясно определено, кто такой соучастник. И вот господин Алант соучастник, госпожа Меркель соучастник, господин Обама соучастник. Поэтому я считаю, что необходимо инициировать разбирательство в международном трибунале. Кто создал вот эту бойню? Кто создал эти условия? Обвинена во всем этом Россия. И по инициативе той же госпожи Меркель и Обаме России объявлены санкции. Но я считаю, что хватит жевать сопли, хватит рассказывать о том, как это все решить. Просто нужны конкретные действия. Предупредить. Еще один снаряд по Донецку или Луганску ловите. И не надо этого бояться. Потому что это зона наших интересов. Потому что мы защищаем и не пытаемся завладеть чужими землями. Мы защищаем людей, которые хотят жить. Потому что никто никому не давал права убивать людей. А мы сами видим просто не то, что это геноцид, а просто какая-то необузданная наглость. посмотрите на эту свинью Порошенко. Он негодяй, просто законченный негодяй. Подлец и врун. Я не боюсь этих слов. Я предупредил, что я не буду политкорректен в отношении этого мерзавца. Арсен Владимирович, и мы не призываем ни в коем случае, надо вещи называть своими нами, тем более, что в эфире нашего телеканала это точно возможно. Сейчас на прямой связи со студией из Донецка Екатерина Катина, военный корреспондент и руководитель корпункта Ньюсфронта в ДНР. Екатерина, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Екатерина, мне говорят, что вы буквально недавно вернулись непосредственно из зоны соприкосновения с фронта. Какие сейчас последние данные? Что происходит? На самом деле опять ситуация обострилась. Если в течение дня было относительно тихо, то начиная где-то с 17 часов по Москве опять возобновились боевые действия в районе Авдеевской промзоны и продолжается до сих пор. Вот я даже сидя дома слышу разрывы снарядов. То есть продолжаются бои очень-очень серьезные. Ну, наступательная операция именно со стороны украинских военных. Я правильно понимаю? Потому что поступает противоречивая информация, как это часто бывает, когда идет провокация с украинской стороны. Они начинают вопить о том, что вот опять ДНР перешли в наступление. Они нападают, у них идет наступательная операция. Абсолютно верно. И причем они даже не скрывают того, что идет наступательная операция, так как ряд командиров со стороны ВСУ делали громкие заявления по поводу того, что они пытаются забрать позиции вооруженных сил ДНР, закрепиться там. И они совершенно не скрывают своих действий. Им удается это сделать? Что-то, какое-то продвижение есть у них? Нет, к счастью, им это не удается. Наши бойцы находятся на прежних позициях и ни одна позиция не оставлена. Это вот по состоянию на данный момент. Поступает просто сейчас тоже по лентам информагентства сообщение о том, что северная часть Донецка эвакуируется. Это происходит не из-за того, что украинские войска продвигаются, а просто для того, чтобы предотвратить гибель мирных жителей. Да, исключительно из соображения безопасности, причем эвакуация частичная и она добровольная. То есть, если кто-то из людей считает нужным покинуть свой дом, им предоставляется руководство. Это из-за арт-обстрелов происходит? Не из-за введения войск, а из-за артиллерийских обстрелов? Нет, исключительно из-за арт-обстрелов, которые не прекращаются. Люди буквально пару часов назад сказал Александр Захарченко, люди, которые буквально вчера уехали, уже сегодня вернулись в свои дома. Несмотря на обстрелы, вот такая ситуация. Екатерина, благодарим вас, просим обязательно берегите себя и Донецк. Спасибо. Мы с вами будем регулярно выходить на связь. С нами была Екатерина Катина, военный корреспондент, руководитель Корпункта в Донецке информационное агентство Ньюсфронт. Ну вот, собственно, самые последние вести с полей. Люди уже даже возвращаются. Потому что поступало очень тревожное сообщение о том, что эвакуируют уже часть Донецка. Там же, как это часто бывает, неразбериха, особенно в информационном плане. Огромное количество вбросов. Ну, вы понимаете, есть инспектора Совета Безопасности Европы. ОБСЕ, вы имеете в виду? Да. Вот мы берем просто нейтрально, да. То есть не мы даем оценку, не дают оценку происходящему тех, кто находится в Донецке и в Луганске, отдают оценку инспектора Совета Безопасности Европы. И говорят, что украинской стороной постоянно нарушаются соглашения. Кстати, когда формировалось это соглашение, присутствовал Владимир Владимирович Путин, госпожа Меркель, господин Оланд, да, господин Порошенко обговорили, проговорили, пустили к исполнению. Ну, вот исполнение мы видим. Значит, господин Порошенко плевал на президента России Путина, плевал на канцлера Германии, плевал на президента Франции, он просто наплевал, понимаете, это называется плевок в лицо, что хочу, то и делаю. В этой связи обычно таким мерзавцам дают понять, вышеперечисленные, что так себя вести нельзя. А то, что на сегодняшний день он творит, он заслужит одного, повешенню вниз головой. Больше ничего не заслуживает. Почему? Потому что, когда начинает кривляться и говорить, что это не он дает команды, а вы знаете, по должности верховный главнокомандующий, это президент страны. Мог бы какой-то там, допустим, командир дивизии, полка, не согласен, министр даже обороны дать команду вести наступательные действия. Нет. Эту команду дал Порошенко. Тем самым он однозначно поставил в отношении себя точку государственный преступник, которого должен судить международный трибунал. Я вам скажу, чем быстрее мы инициируем, что на скамью подсудимых сядут вот такие негодяи, как Порошенко, тем быстрее будет в Европе мир. Потому что вспомните, за что трамбовали Милошевича. Вы помните, да? За что трамбовали министра обороны Сербии и все прочее. За что пригвалили к высшей мере наказание Хусейна, руководителя Ирака. Продолжение следует...